приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзигет и сегодня мы вспоминаем святых равноапостольных константина и елену имена их известны всем но не все представляют масштаб их подвига вот в жизни константина в жизни вообще этих царственных лиц исполнились слова священного писания когда сам господь говорит я прославлю прославляющих меня а бесславящие меня будут посрамлены вот именно это исполнилось в жизни святого константина великого и напрасно придумывать какие-то внешние поводы вот почему он именно избирает христианство якобы он пытался там какие-то политические расчеты но дело в том что христиан было всего лишь около семи восьми процентов от общего населения в то время вот и полагаться только на христиан чисто внешне это было бы каким-то вот безумием и здесь надо отложить все какие-то хитросплетения но тут то же самое что произошло с савлом который стал апостолом павлом потому что ему явился сам господь явил славу своего имени так вот константин великий а его жизнь это пример удивительного промысла божия его отец констанций хлор он был сыном пастуха и вольно отпущенец то есть и самого низкого происхождения а его мама святая елена как мы ее знаем она дочь простого трактирчика то есть никаких вот внешних предпосылок для возвышения не было но в римской империи вообще в византии потом такое случалось что к императорскому трону восходили подчас из самых низов то есть господь вот так вот тоже устраивал неоднократно и вот отец его отец его он становится сначала таким вот ну войнать воином потом генералом потом посходит еще выше и его приближает к себе император диоклетиан император диоклетиан нам известен как один из величайших гонителей но не все было вот так просто потому что диоклетиан он поначалу выступал прежде всего как такой государственный реформатор и он благоволил христианом он не становился сам христиан христианином но напротив его дворца в некомедии располагался огромный христианский храм и 19 лет своего правления диоклетиан не обращал никакого внимания на христиан но вот у него появляется помощник кесарь по имени галерий а ситуация оказалась какая вот империя слишком большая и для того чтобы укреплять эту империю диоклетиан делит формально делит на четыре таких как бы части вот восточная и западная части это вот основные части две половины и в восточной части с центром некомедии становится императором или точнее августом он сам диоклетиан а на запад он избирает своего старого боевого товарища по имени максимиан и в помощь себе и тому избирается еще по помощнику кесарю так вот себе диоклетиан избирает кесарем своего зятя галерия вот этот галерий и становится злостным таким вот противником христианства а на западе на западе кесарем помощником августу избирается констанций хлор отец константина великого и вот что происходит то что когда констанций хлор он становится даже вот кесарем то диоклетиан забирает у него сына ну как бы в качестве такого вот заложника что да ты вот там в западной части империи на очень высокой должности ты помощник западного императора но твой сын будет заложником у меня чтобы ты вдруг чего там не предпринял против меня и константин великий вот таким вот промыслом божиим оказывается при дворце императора где он получает кстати прекрасное образование он сопутствует диоклетиану военных походах осваивает практику военного дела что ему впоследствии очень пригодилось и вот константин великий неожиданно для себя наблюдает как начинаются гонения на христиан в 303 году инициатором выступает кесарь галерий но подписывает то все диоклетиан поэтому диоклетиан тоже берет на себя ответственность за эти подписи затем кровопролитие которые происходили и константин великий видит как рушится как уничтожается это огромная христианская базилика храм напротив царского дворца в некомедии как мучимые многие христиане он сам еще не христианин но мама его христианка вот мало к сожалению сведений о ранней жизни святой елены вот единственное что приоткрою такой вот секрет мало кто тоже об этом знает а дело в том что это ведь было еще римское государство и там свое такое право римское юридическое и его родители родители константина великого констанций хлор и елена они не состояли в официальном законном браке а это было такое вот гражданское сожительстве ну то что у нас сейчас называется гражданским браком но подобную форму как бы супружества римское право тоже признавала то есть так считалось что можно вступать но там какие-то урезались права у наследников вот но это не считалось блудом и все-таки законного такого официального в полноте юридических прав брака не было так вот когда констанций хлор становится кесарем то он вынужден был развестись расстаться с мамой святого константина великого святой елены и он вступает в брак с падчерицей западного августа максимяна феодорой то есть вот такие коллизии истории и святая елена на время как будто она оттесняется она оказывается в тени в отдалении но сразу скажем это вот честь ее как святой такой императрицы что она никогда собственно и не рвалась к власти она всегда сторонилась ну как-то демонстрировать свое там величие показывать свое там царское какое-то влияние впоследствии константин великий когда стал единогласным таким правительством он предостаивает ее статуса августы то есть фактически императрицы то есть у нее уже полнота полномочий но ее христианская скромность как раз сохраняется а вот в то время она находится в отдалении святая елена про нее даже про нее даже никто не пишет но ее пример пример вот как раз ее христианского благочестия оказывает влияние на константина и тут он вдруг видит что происходит страшные и несправедливые на самом деле гонение на христиан у христиан отбирают имущество их отправляют в ссылку на ними там издеваются мучают казнят а отец его хотя закон это начиная с 300 300 с 303 года четыре указа против христиан отец его хотя формально он обязан было исполнять не подвергает казням никого из христиан то есть тоже мы видим что отец относится благосклонно христианам и вот наступает такой момент когда диаглетиан вдруг видит это прошло буквально около пару полутора лет полутора двух лет и вдруг он видит что вся империя покрыта вот вот этими кровавыми пытками тех кто занимал из христиан какие-то должности государства них там увольняют из-за этого все только летит на всех местах разваливается и государство не укрепляется и он приходит к выводу о ошибочности своей политики в отношении христиан и диаглетиан в итоге отказывается от власти в 305 году и тогда императором становится на востоке как раз вот этот кровожадный галерий при котором константин великий а но зато на западе становится императором и отец константина констанции хлор и вот тут такой ключевой момент когда вроде бы должны избрать константина великого помощником отцу тоже кесарем кесарем избрать но когда происходит вот это публичное назначение то вот западный вот этот император максимян слагая себя обязан он должен был передать кому-то вот констанции хлор назначается императором и вот этот вот максимян поворачиваясь назад видит перед собой константина великого и отталкивает его рукой и вытягивает других кесарей для востока кесарем назначается максимин да я еще более злостный гонитель который принуждал чтобы даже младенцы все во всех областях даже младенцы участвовали в жертвоприношении языческой чтобы они языческим богам приносили какие-то жертвы вкушали от жертвенных вот этих мяс посвященных идолам а для запада назначается кесарем еще один малоизвестный в общем то всем нам человек который очень быстро исчез исторической арены и константин великий оказывается неудел и как только он узнает о болезни своего отца он и спрашивает разрешение у галере посетить больного отца галереи дает это разрешение константин тут же выезжает и понимая что за ним будет преследование вот он отличалась таки проницательным умом он по пути к отцу на западные пределы империи он приказывает чтобы всем почтовым лошадям всем вот перекладным на которых переезжали от станции к станции чтобы им и перерезали жилы и чтобы не было погони и галере действительно он к утру опомнился он понял что не надо было отпускать константина на запад сказал что вот задержить его а задерживать было поздно константин уже далеко он приезжает к отцу он помогает отцу пресечении различных бунтов на территории великобритании отцу отводились британия и галере в качестве вот непосредственных территорий и отец его умирает в это время и вот войско провозглашает как раз императором константина великого и вот в это время начинается огромная гражданская война где в разных местах тоже появляются разные претенденты на власть и они воюют друг с другом иногда заключается соглашение чтобы воевать там против третьего какого-то претендента на власть но потом тоже друг с другом воюют и на протяжении долгих лет идет эта борьба что касается галерея императора галерея то он в конечном итоге тоже понимает что ошибочно он предписывал и настаивал на гонениях против христиан он был поражен страшной болезнью как описывают источники того времени его ну половые органы были поражены какой-то вот язвы которые не могли уврачевать никакие медики врачи и он предписывает в 311 году чтобы опять были христиане особый такой указ чтобы уже никаких гонений не было на них и чтобы они только вот молились о выздоровлении императора вот этот указ он подписывает а через неделю его не стало то есть он умирает вот но указ его относился конечно только пределы его империи это не был такой масштабный указ на территории всех вот этих диоцезов областей римской империи того времени вот и продолжается борьба а константин великий он идет к риму а время в это время находится максенций а максенций а максенций это кто это сын предыдущего вот западного императора максимиана и максенций это злостный язычник и вот римляне его не очень любят потому что он живет ради своих удовольствий он утопает в разврате и отбирает жен у как вот у мужей надругавшись возвращает их обратно и естественно это все вызывает негодование местных жителей а тут он узнает что константин великий приближается константин великий берет город за городом но войска константина недостаточно для того чтобы сразиться с максенций а у константина вдвое меньше воинов а стены рима не преступны но и максенций прекрасно понимает что если он затвориться внутри города то жить в осаде когда оскудевают продукты то римляне просто окончательно взбунтуются против него и тогда максенций идет к своим языческим богам он обращается к жрецам и проводит много-много гаданий и все предсказания какие есть говорят ему что он может успешно воевать и что враг рима будет разбит вот такое было дано ему предсказание что в предстоящем сражении враг рима будет разбит кто был врагом для рима он может быть не подумал что этим врагом как раз и является сам он этот максенций и выходит он за стены города устраивает дополнительный такой мост ловушку против константина великого а константин приближается и вот что случилось вот это есть как раз ключевой момент жизни святого константина великого он еще не был тогда конечно святым он впоследствии это рассказывал лично евсевию кисарийскому это христианский историк такого того времени и у них были личные беседы и висевии со слов константина великого описывает что в полдень уже точнее когда после полудня солнце начинает клониться к западу то константин вдруг увидел в небе знамени креста христова и вот это знамени наблюдала все войско и для константина это стало каким-то вот необычным таким признаменованием о котором он размышлял что это значит а ночью уже после этого ему является сам господь иисус христос в сновидении и говорит что тоже является с крестом и говорит что он сможет победить врага с помощью этого оружия ну еще есть повествование которое свидетельствует что в это время константин также наблюдал надпись по-гречески тут он нико сим победиши да и вот он приказывает устроить вот это изобразить вот это знамени на счетах своих воинов если мы посмотрим более подробное описание вот этого видения у древних историков то там изображается не просто крест а это как крест как бы древко знамени а вот сверху этого креста сверху этого древка там изображаются первые буквы имени христова х р греческие буквы х р как монограмма имени христа и вот на этом древке также помещалось белое полотно в общем это как некая хоругвь прообраз хоругви нашего времени и вот с этим знаменем как раз константин великий идет и у него внутри наступает перемена то есть рим город языческий а максенцы полагается на языческих богов а константин вот не зная чем закончится битва он вдруг получает откровение свыше и он начинает расспрашивать что это вообще означает и вот тут появляются как раз православные священники которые ему объясняют и вот именно в то время и наступает такой первый перелом в душе константина великого и он поверив господу иисусу христу вступает сражение и в этом сражении его солдаты побеждают а пораженные воины максенцы бегут обратно и он сам вместе с ними и получается так что они побежали как раз на вот этот мост ловушку на временное перекрытие так сказать через реку и мост этот проваливается там они падают и максенцы погибают вот так константин великий входит в рим и после этого продолжаются конечно еще войны но он уже совершенно иначе относится ко всему происходящему и в конце концов он вместе вот с восточным соправителем лицением подписывает миланский эдикт это триста тринадцатый год и в этом эдикте провозглашается свобода вероисповедания для христиан и надо сказать что конечно миланский эдикт он не уничтожал еще язычество и в этом как раз тоже проявлялась мудрость константина великого почему так потому что язычников еще более 90 процентов населения зачем пытаться их вот силой так сказать вот принуждать к принятию христианской веры это обернется какими-то ну не хорошими вещами и впоследствии так вот и получилось когда уже сыновья константина великого они пытались физически уничтожать язычество и в итоге наступает рецидив в виде царства юлиана отступника а константин великий он не так он поступал достаточно мудро осмотрительно он предписывает вернуть христианам все отнятое вернуть все храмы все имущество компенсировать все их затраты которые вот в гонениях кто чего утратил он начинает продвигать христиан вперед на государственные должности потому что он понимает что а вот если действительно этот человек христианин неформально христианин а действительно предан учению христа евангелию то он не будет тебя обманывать он не будете а предавать да потому что он понимает что он служит богу пред которым открыты глубины сердечные и тот кто старается быть верен царю небесному тот будет верен и царю земному. И в общем-то действительно империя стала при Константине Великом укрепляться, закреплялись границы, государство во всех смыслах начинало процветать, и вот потихонечку как раз Константин Великий, он перестраивает всю эту внутреннюю жизнь империи, и вот тут ему во многом помогает его мама. И мы знаем, что святой Константин именно ее направляет в Иерусалим а Иерусалим пребывал в таком полуразрушенном состоянии, все святые места, связанные с жизнью Господа, они были утрачены, и мама как раз при помощи историков того времени, археологов, при помощи даже устного предания пытается узнать, где именно пострадал Господь Иисус Христос, и это место было расчищено, обрели крест животворящий, и на этом месте уже святая Елена мама Константина, она строит первый храм, храм в честь воскресения Христова, вообще она построила там три храма, вот один храм Гроба Господня, да, где Спаситель пострадал и воскрес, второй храм Вифлееме, где родился Спаситель, и третий храм на Елеонской горе, в честь Вознесения Господа, ну и возможны и другие храмы, но три храма это точно известно, причем ей было, святой Елене, на тот момент уже около 80 лет, вот, после этого она вернулась, и в начале 330-х годов она отошла ко Господу, а святой Константин, как и каждому правителю, ему приходилось вести достаточно непростую такую, ну, жизнь, потому что много было противоборств, и огромным для него, конечно, огорчением стала арианская ересь, вот он только-только провозгласил христианство свободной религии, которую может исповедовать любой гражданин, как внутри христианства вдруг начинаются разделения, и из-за вот этого арианского учения начинаются взаимные противоборства, и Константин Великий как раз вот настаивает и на Вселенском Соборе, и в общем-то во многом при его поддержке как раз и был создан символ веры, который мы поем в храмах, и в этот символ веры включен термин единосущий, термин о том, что сын, что Господь Иисус Христос есть предвечный божественный сын от вечности единосущный Богу Отцу, то есть Константин Великий, он вынужден был вникать даже в богословские вопросы, он был вынужден лично в этом разбираться, участвовать, и пока он жил, то он сохранял вот баланс сил в империи, так что ариане, они не претендовали ни на какую вот власть, они не пытались изгонять православных христиан, это вот после смерти его уже ариане стали высовывать головы, и только ко второму вселенскому собору арианство было преодолено. Сам Константин Великий вынужден был откладывать свое крещение до самого конца, ну отчасти почему? Отчасти потому, что он, конечно же, оставался императором и для некрещенной части империи, для языческого населения, вот, отчасти потому, что сама жизнь, она была очень и сложной, и вот, наверное, мы не будем утаивать, если скажем, что самой такой вот неприятной стороной в жизни Константина было то, что его жена, это уже вторая супруга, первая супруга у него умерла, христианка Менервина, и от нее у него был сын Крисп. Константин его очень сильно любил, и Крисп уважал народ, а вот вторая супруга, Павста, от которой родилось трое сыновей, она завидовала, она хотела своих сыновей продвинуть во власть, и вот она говорила Криспа, якобы он домогался Павсты, и Константин Великий, не разобравшись в этом, но еще шли на говору, якобы Крисп претендует на власть и хочет устранить Константина Великого. И не разобравшись до конца в этих обстоятельствах, Константин приказал казнить Криспа. Ну, к сожалению, мы знаем, что в истории такие случаи происходят, когда цари казнят даже своих детей, которых обвиняли в государственной измене. И впоследствии Константин горько в этом раскаивался, и как свидетельствуют исторические источники, именно святая Елена, его мама, она открыла глаза ему на происходящее, на то, что сын был оговорен, и тогда уже наказанию подвергается вот эта вот Фавста, которая тоже, в свою очередь, была казнена. А Константин после этого, конечно, горько переживая о происшедшем, уже вел во многом, конечно, такую покаянную жизнь, и он с большой надежды принимает крещение уже перед смертью, перед самой смертью в 337 году. Хотелось ему даже в Святую Землю поехать, на Иордане принять крещение, но силы его уже не позволяли, и он в некомедии от разных, от собора епископов принимает крещение, и после этого он не снимает уже белых крещальных рис. Он не хочет одевать царские дорогие парфиры, и до самой смерти он носит крещальные белые ризы и говорит о том, что теперь-то, наконец, вот он обрел то, чего так желала его душа, и вот в этом покаянном настроении, в этих белых ризах он и принимает видимую телесную смерть. Конечно, может быть, не все было так вот идеально у Константина, как вот земного правителя, но на земле нет идеальных людей. Однако мы чтим его подвиг как человека, который прозрел именно ценность христианства для государства, и вообще для народа в земле, который прекратил гонение на христиан, и веру Христову продвинул вперед, чтобы как можно больше других народов приняли благовестие и стали причастны евангельскому свидетельству. Поэтому Константин Великий вместе со своей мамой святой Еленой, они причислены к лику святых как равноапостольные, в данном случае равные апостолам по своему миссионерско-просветительскому служению, потому что они именно вот православную веру христианскую, они постарались ее явить целому народу, и в общем-то, действительно, именно при Константине Великом, народы, населявшие Римскую империю, и те народы, которые находились рядом, рядом с империей, они обратили внимание на евангельское благовестие, и очень многие стали принимать крещение. Вот, поэтому сегодня давайте все-таки вспомним вот эту огромную заслугу святых Константина и Елены, и помолимся им от всего сердца, чтобы они помогли нам сохранять православную веру, остерегаться всяких ересей, и быть верными евангельскому благовестию до самого конца. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok